Вадь, а у меня появилась мечта. И я хочу попасть в телевизор! Есть идея. Подойди через часок. Один час спустя. Дочка! Что, Вадь? Готово. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях Майя Ильинична. Это девочка, которая является по факту моей дочерью. Да? А не, не по факту, а прямо дочка-дочка. Вот здесь я чуть-чуть беленькая, и вот здесь не знаю, какой цвет. Строгий, сильный и любящий. Приветствую всех любителей вкусно перекусить. В эфире Есть Тудей и, как обычно, наш самый вкусный партнер. Группа предприятий Янта. Для самых главных искусителей вкуса. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Друзья, в эфире Есть Тудей, и у меня в гостях маленький человечек. Вы, возможно, могли по сходству, не бородой, а глазами догадаться, что это моя дочка. Ее зовут Майя Ильинична. Я называю именно так, с самого детства, ну, потому что у нее отец Илья, собственно говоря. Да? Майечка, поздоровайся с нашими телезрителями. Здравствуйте! Как у тебя дела, расскажи. Хорошо. Отлично. Майя, мы сегодня будем готовить, как ты думаешь, что? Сосиски в тесте. Сосиски в тесте. Здесь сосиски и тесто, и доски. Доски мы не будем готовить, на досках мы будем готовить, именно на них. Долго думали, что же приготовить, решили, что такое самое легкое, то, что мы делаем периодически дома с Майечкой. Но почему именно ребенок, почему именно мой ребенок сегодня у нас в гостях, друзья? Потому что официально, с недавнего времени, по указу нашего президента, сделали День Отца. Есть официальный День Матери, про отцов почему-то все забыли, и решили сделать День Отца. Именно к этому и приурочен наш выпуск. Да. Что ты знаешь про отца? Ну, что ты крутой, что ты носишь шапку и очки, и что ты мой батя. Немного, немало. Батя, крутой, ношу шапку и очки. Так, начнем с нашего приготовления. Я займусь тестом, а ты займешься сосисками. Сейчас я тебе открою упаковку, а ты будешь... И открывать. Открывать, да. На этот кусочек теста, честно говоря, я не знаю, сколько у нас сосисек получится. Открой пока штучек, наверное, пять. Держи. Стоп, а как ты будешь их открывать? Я вот так вот буду вылывать, вот это вылывать и открывать. Все ясно, молодец. Итак, сосиски на тебе, на мне, соответственно, тесто. Сегодня у нас не так много теста, поэтому всю студию накормить не получится. Главное, чтобы перекусили, конечно же, мы. Да. Одновременно. И кольт. Дочь, пока занимаемся выпечкой, расскажи мне, как тебе вообще школа? Я, конечно же, знаете, что спрашиваю об этом, но мало ли что, вдруг что-то изменилось за день. Как тебе школа? Ну, я сегодня проснулась и очень хотела спать, мне было очень холодно. И мне так не хочется ходить в школу. Почему я не родилась с экстрасенсом? Что ты не родилась? Экстрасенсом. Экстрасенсом? Да. Почему именно экстрасенсом? Чтобы в школу не ходить. А ты думаешь, что экстрасенсы не ходят в школу? Да. Дочь, любой человек, чтобы хотя бы прийти в путь экстрасенса, для начала должен поучиться в школе. Друзья, мы переходим на новостной блог, посмотрим его и вернемся. Будем узнавать про экстрасенсов еще больше. Итак, друзья, наш выпуск продолжается. Мы, напоминаю, готовим сосиски в тесте. Извлекаем из упаковки наше тесто. И будем, собственно говоря, готовить. Дочь, вот честно сказать, экстрасенс, ну такая себе профессия. Почему ты хочешь быть экстрасенсом? Ну что-нибудь интересное. Ты, кстати, думала, кем хочешь стать, когда вырастешь, кроме экстрасенса? Да. Кем? Бизнес-леди. Бизнес-леди? Да. У тебя уже есть какой-то бизнес-план? Или актеришкой. Как? Актеришкой. Актеришкой? Да. Или актерищем? Актерищем. Актрисой? Да. Так будет правильно сказать, да. Мы, в принципе, все для этого делаем на данный момент. В театральную школу еще не ходим, но с Мэей снимаем небольшие скетчи для Инстаграма, для Ютуба. Сегодня в эфире, кстати, мы еще к этому вернемся и обязательно вам покажем. Актриса. Это круто, дочь. Да. Все, извлекай и ложи. Актриса – это круто. Бизнес-леди. Я помню, ты мне еще маленько говорила, у тебя идея, какой-то стартап был, какой-то хочешь бизнес. Нет, Красти Крабс. Красти Крабс. Да. То есть, друзья, еще на тот момент, Майя было года три, она придумала сделать Красти Крабс. То есть, это закусочная из Спанч Боба, да? Да, я не знаю, это мультик. Сделать именно по образу и подобию полностью, как в мультфильме. И мне кажется, дети будут туда ходить просто пачками. Все Макдональдсы, КФС и прочие-прочие фастфуды будут рядом не стоять по сравнению с таким бизнес-процессом. Мне кажется, это 100%. Но единственное, будут проблемы с франшизой. Майя, ты еще не передумала, будем открывать? Будем. Будем, отлично. Ну и там заодно и актерские способности можно будет показать все-таки, да? Так, не забываем готовить. Насколько хватит нам этого теста, пока не знаю. Дочь, ты будешь заворачивать? Да. Давай попробуем первый кусочек теста тебе и показывай, как надо это делать. Честно говоря, я ни разу их не готовил. Так, судя по началу, вроде мы идем правильно. Вот это мастер-класс. Я думаю, что одного кусочка маловато, да? Да. Давай еще один кусочек. Так. Держи. Этого немного. Первая сосиска в тесте у нас готова. Отлично. Куда мы их будем складывать? Будем складывать их сразу в противень. Здесь у нас в плите он томится. Только давай для начала, наверное, смажем. Оливковым маслом, конечно же. Вкусно пахнет? Ну, пока не приготовили, конечно же, оно пахнет просто тестом. А когда приготовим, это уже будет другое дело. Будет все гораздо лучше, доченька. Так. Дочь, физкультуру любишь? А что ты любишь из подвижных спортов? Танцы. Танцы. Вот сейчас будет зарядочка. И, скорее всего, она будет как-то интересно показана. И, возможно, мы тоже это повторим. Вместе с вами, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые телезрители. Снова с вами Закин Виктор Васильевич, президент Федерации рукопашного боя города Уссурийского, Уссурийского округа. И мы прорабатываем, работаем упражнение сегодня снова медицинской резиной. На сегодняшний день у нас с вами ударная техника. В прошлый раз мы работали на борцовской технике. А сейчас у нас ударная техника. Занимаем левостороннюю стоечку. Ну, в основном у нас левши мало. Работаем в левосторонней стоечке. И начинаем прорабатывать. Руки работают на раз, два, три. Легонечко, легонечко и быстро. Легонечко, легонечко и быстро. Воткнули. Можно вставить в фронтальную стоечку, когда ножки стоят у нас на одной линии. И работаем так же. Раз, два, взрыв. Раз, два, взрыв. Раз, два, взрыв. Работаем на разброс плечевого пояса. Отработали. Можно вернуться лицом к узлу. Здесь у нас ручка учится удерживать натяжение резиной, то бишь прикрывать голову. Раз, два и подтянули. Раз, два и подтянули. Как можно быстрее ручку мы с натяжением подтягиваем к голове. После этого можно перейти на корпус. Та же самая. Ручки прижали и прорабатываем. Растягиваем спинку. Растягиваем спину. В одну сторону поработали, в другую сторону поработали. Все этого не останавливаемся. Раз, пять проработали влево. Раз, пять проработали вправо. Развернулись и работаем. Та же самая система прорабатываем. Сопротивление резины чувствуем постоянно. Прорабатываем все. Отработали. Переходим на ножки. Ну, есть такой в борьбе проход в ноги. Вот примерно то же самое мы будем делать этот проход в ноги. Встали спокойненько и начинаем. Подсели, прошли. Раз, два. Отработали. Назад. Вышли. Снова прошли. Раз, два. Отработали. Бедра работают. Легонько отработали. Вытянули противник. Можно подработать ручками. Раз, два. Руками подработали. Раз, два. Руками подработали. Все это прошли. Назад возвращаемся. Медленькими шажочками. Чувствовать рестанцию. Так, на сегодняшний день все. Всего вам хорошего. Занимайтесь спортом. Итак, друзья, продолжаем наш выпуск. У нас по-прежнему в гостях Майя Ильинична. Майя, ложи, клади сосисочку в тесте. И я продолжу нарезать нашу вкуснятину. Надеюсь, пока это совсем, конечно, не вкуснятина в сыром виде, безусловно. Но давай сделаем так. Дочь, у нас есть с тобой еще одно любимое занятие, где мы развиваем твой талант и потенциал. Это твои мультики. Да. Нравятся тебе мультики твои делать? Да. Действительно, очень интересно и забавно наблюдать, что получается у Майи. На самом деле, ничему нигде не обучалась. Откуда все это, мне, честно говоря, непонятно. Но, наверное, это гены. Ты предложил. Я просто хотела сделать фотки пластилиновых игрушек, а ты предложил сделать мультик. И появилась моя репутация. Репутация? Да. Друзья, давайте посмотрим ту самую репутацию, что за мультики делает Майя. Покажем про кота. Да, про кота. Или все четыре. Давайте про кота посмотрим, а потом подумаем. Жил-был котик. Его звали Эмси. Он играл с вещами, которые окружали его. Однажды он сломал четвертую стену и понял, что он игрушка. И он решил превратиться в настоящего кота. И с помощью куба-телепортатора он телепортировался к фее. И попросил ее превратить его в настоящего кота. Она согласилась в обмен на танец. Он станцевал и превратился в настоящего кота. Конец. Вот такие спецэффекты делает у нас Майя Линична. Сколько времени тебе понадобилось на этот мультик? Долго. Я соединяла на компьютере, соединяла, кадры делала. Ой, как сложно, ой, как сложно. Из пластилина лепила, старалась, сюжет придумывала. Слушай, ну там же вроде нет пластилина в этой серии. Нет, есть. Есть? Когда котик вот так вот пластилин, вот так лапочкой. А, точно, точно, точно. Как мы пришли к этой идее именно про этот мультик про кота, когда наш кот, постоянный участник наших интересных роликов, превратился в настоящего кота. Как зовут нашего кота, расскажи. МС. МС. А какие еще у него имена есть? Сержант Пыпа и Собака. Так, почему именно Собака? Потому что он хулиганит. Потому что он хулиганит. Акипос какой-то, да? Да. Еще какое? Петрик. Петрик Путряк. Петрик Путряка. Путяка. 22. Петрик Путяка. 22. Так. В общем, мы даем нашему коту дополнительные имена. Для чего? Просто так. Просто нам так весело, да? Да. И у каждого, в принципе, есть своя интересная предыстория. Продолжаем готовить и посмотрим, давайте, погоду. Дочь, что там у нас с погодой? Ну, сегодня так жарко, как котлеты на гриле. Надеюсь, что это ему так. Итак, наш эфир продолжается, друзья. Маечка, расскажи, вот мультики, мы поняли. Какие еще занятия, увлечения у тебя есть? Танцы. Танцы? Расскажи про свои танцы. Что там интересного? Мы танцуем. И у нас было три танца. Ложечки, трещоточки, мимы. И сейчас девочки, которые идут за мороженкой. Угу, интересно. Есть какие-нибудь движения, помнишь? Нет. Давай из мимов, помнишь движения? Нет. Я вот сразу приметил одно. У вас должны быть перчатки. Да. Так, если что, Майя, кстати, стоит. Она не такого высокого роста. Стоит на небольшой тумбочке, чтобы быть повыше. Можешь с нее не сходить? Так. Давай сделаем мимов вместе. Как будто перед нами зеркальная стена. И мы ее нащупали. Ммм, так, 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 так. Тук-тук-тук-тук. Отлично. Вот такие танцы изучает ребенок. Я, собственно, играю вместе с ней. И мне достаточно интересно изучать эти танцы. У Майи, на самом деле, много дипломов, да? Вы там в каких-то соревнованиях международных побеждаете. Даже вот в такого прям формата. Единственное, когда была пандемия, дети не смогли далеко ездить. Поэтому все проходило в рамках... Уссурийска. Уссурийска. И как попадать на конкурсы, нашли выход. Это дело просто снимали и отправляли в специальной судейской коллегии. Да? Да. Как зовут твоего преподавателя по танцам? Ольга Александровна. Она очень добрая и красивая. Это немаловажно, на самом деле. Так. Держи еще один кусочек теста. Сосиску? Да. И как раз у нас тут тесто остается на пятую сосиску в тесте. Так. Почти все готово. Ну, честно говоря, по сосискам в тесте видно, что их делал ребенок. Но мне кажется, что я сделал бы немного лучше. Может быть, попробуем... Попробую я сделать одну. И мы сравним. Да? Но вот эта твоя просто максимально брутальная. Сейчас покажу. Так, давай, переделывай. И я тоже попробую замотать. Может быть, что-то и у меня получится. Я частенько говорю, что сделать красиво это не про меня. Но... И не про Майя, судя по всему. Не про меня. Да, это у нас семейная традиция. Что-нибудь запортачить. Так. Так, 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 так. Вот оно у нас готово. Ну, в принципе, неплохо, да? Можешь класть. А мы переходим к рекламному блоку. Посмотрим и вернемся к нашему приготовлению. Приветствую всех любителей вкусно перекусить. В эфире Есть Тодей и, как обычно, наш самый вкусный партнер. Группа предприятий Янта. Для самых главных искусителей вкуса. Янта. Майонез, сделанный с душой. Только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой. Янта. Есть вкусно. Ну что, друзья, наш эфир продолжается. Мы на финишной прямой к приготовлению. Да? Да. Нравится тебе наш процесс приготовления? Да. Сейчас мы знаем, что будем делать. Очень сложный момент. Это взять яичко и отделить желток от белка. Делай на такое хоть раз. Ты куда пошла? Это буду я делать. Все, я пошла. Нет, это я буду делать дальше. Так. Мы разбиваем яичко на две части. Честно говорю сразу, что я этого ни разу не делал. Ну, вообще как бы разбивал яичко, но желток от белка не отделял. В теории, как мне подсказали, нужно с одной половинки скорлупы в другую перекатывать желток. Белок тем временем будет отделяться, сам истекать. Как сопли. Ну, да, дочь. Не все слова, кстати, можно говорить для телевидения, поэтому ты, ну, какие-нибудь другие подбираешься. Все порвался. Порвался наш желток. В принципе, мы даже его и отделили. Вот он получился у нас такой. Теперь нужно его поплетить. И теперь давай, да. Ментить. Берем кисточку, ты хочешь помазать? Да, я хочу помазать. Размешай и помашь. Все, я думаю, можно приступать. Все свои брутальные сосиски в тесте ты можешь промазать. Я подержу. Отлично. Можешь еще смочить. Не жалей, у нас всего лишь пять сосисок. Можешь все использовать и промазать как следует. Для чего, собственно говоря, это делается? Я думаю, что многие домохозяйки знают об этом. Но для тех, кто не знает, я скажу так. Я только догадываюсь, на самом деле, для чего это делается. Вроде бы, чтоб как блестело и не подгорело. И, может быть, закрепилось тесто своего рода. Не знаю. Тоже как вариант. Вот. Все? Или еще одамажишь? Давай, наверное, весь желточек перемазывай. А мы давайте пока посмотрим опрос о том, как можно описать своего отца. А потом у тебя спрошу, как ты сможешь меня описать. Наверное, она строгий. Строгий, сильный и любящий. Он очень сильный, несмотря на свой возраст. Ему уже 50. Очень красивый. Вообще, он очень замечательный. В двух словах не расскажешь. Это весь день надо рассказывать. Но он прекрасный муж, прекрасный отец, прекрасный дед, замечательный человек. Мне было 9 лет, но он был самый классный. Сильный, мужественный, целеустремленный. Но редко появлялся дома. Всегда. Но любил любящий. Добрый, справедливый, хороший. Заботится просто так. Не угает просто. Без причины. Добрый, отзывчивый, красивый. Ну что, друзья, мы снова в эфире. У меня по-прежнему в гостях мой ребенок. Как бы это не прикольно звучало, да? Дочь, вот посмотрели рубрику про качество отца. А можешь про мои качества какие-нибудь рассказать? Вот мне просто интересно. Давай. Ты крутой. Угу. Это я где-то слышал уже сегодня. Да, слышал. Еще что-нибудь интересненькое? Можешь вспомнить? Мы с тобой классно снимаем инстаграм. Ты мне помогаешь делать мультики. И... И... Мы ходим в кафешки. И еще... Что еще уже? Мы играем с котом. Угу. Мы снимаем батю. Снимаем батю. А еще что ты про папу знаешь про спорт мой? Что не знаешь? Знаю. Ты бегаешь. Ты не умеешь меня заплетать. Это, да, одно из лучших качеств, наверное. Но ты вкусно готовишь. Вкусно готовлю. Да. Да. Какое мое любимое... Твое любимое блюдо, которое я готовлю? Борщ. Борщ. Вот так вот. Готовил, кстати, один раз. И сосиски в тесте. И сосиски в тесте. Кстати, о сосисках в тесте нам пора их уже загружать в нашу чудо-печку. Чудо-печка. Да. Чудо-печка. Есть. Примерно 20-25 минут. Надо засечь время. Сейчас 10 минут. И через 20 мы будем проверять наши сосиски в тесте. Что сейчас делаешь ты, дочь? Месю. Месю. То есть ты обратно белок вернула к желтку? Да. Очень интересно. Можно, кстати, было бы приготовить омлет из этого. Пока готовятся наши сосиски в тесте. Но мы, наверное, что? Вылим это куда-нибудь в другое место. Точь? Да? Нет? Ты будешь это готовить сама? Понял. Хорошо. Расскажи мне, какой у тебя в школе сейчас любимый предмет? Рисование технологии окружающей. Окружающей? Что это такое окружающая? Окружающий. Это урок. Окружающий мир. Окружающий мир. Что вы там изучаете? Перероду. И мы изучаем то, что нельзя делать с природой. И расскажи мне, какие выводы ты сделала с этого предмета? Что нельзя делать с природой? Что нельзя мусорить, что нельзя рвать цветочки там. И что нельзя плохие вещи делать. Нельзя плохие вещи делать. Кстати, у Майи есть своя теория возникновения коронавируса. Помнишь, что ты в том году записывала? Помнишь? Ну, дочь, когда мы с тобой привязали эту тему к тому, что происходит с природой. А сейчас у тебя есть какие-то предположения? Почему? Расскажи. Потому что люди свиньи. Ну, не все. Не все, безусловно. И, может быть, не самое подходящее определение все-таки. Может быть, неряшливые, да, наверное, скажем так? Да. Вот. Большинство людей, да. Ну, друзья, вот такие уста младенца, скажем так, глаголят истину. Я думаю, что многие все-таки сделают когда-нибудь выводы. Посмотрим рубрику «Минимы». Макароны с сыром. Ну, иногда еще сосиску бывает вместо сыра. Макароны с сыром. Он любит лето, потому что мы часто ездим к бабушке на дачу. Там бассейн, он просто обожает купаться. Лето. На менте он просто, там есть такая побежка. И вот так надо полизать, стоп. Это у меня такая игла, потому что я ее придумал такую. Ну, он вообще любит всех животных, но больше всего, наверное, слона. Наверное, из-за того, что он большой самый из животных. Слон у меня любимое животное. Ну, стоп, они, там, они далеко живут. И туда очень далеко ехать к слонам. И на них можно покататься на спине. Голубые. Вот здесь чуть-чуть венка я. И вот здесь не знаю, какой цвет. Нравится ходить, потому что он вообще любит с детьми играться. Он любит учить стихи, песни. Он всегда приходит, сам начинает рассказывать, петь. То есть запоминает вообще очень хорошо. Мне нравится ходить в садик. Мы там рисуем кисточками что-нибудь. Дерево и листочки. С животными, наверное, хочет работать. Фермером, это его любимая игра. Поэтому пока, наверное, фермером. Я хочу быть тренером. Ходить на кладби. И всем показывать свои упражнения, которые они умеют. Он очень много помогает, так как у него есть младшая сестра. Она разбрасывает игрушки по всей квартире. И вот он убирается. Он прям сам берет, складывает. Даже иногда говорит, не надо мне помогать, я сам все сделаю. Ну, я один убиваю игрушки. Но моя сестра не помогает убивать игрушки. Ну, мама сначала пылесосит, а потом я. Ну, он у нас ходит на кудо. Вот ему нравится заниматься в кудо. Пока, наверное, только... Ну, и плавать также очень любит. Я люблю дома играть в салей. Фермер – это есть разные домашние животные и птицы. Он хочет пойти в зоопарк, где будут дикие животные. Такие, как жираф, слон. Ну, те, которых у нас нет. Я хотела поехать в зоопарк в чудесный, чтобы там были медведи, змея, хомяки. Ну, по характеру, наверное, больше на папу, а внешне больше на меня. Хотя так, чтобы прям четко он ни на кого из нас не похож. На папу. Ну, у меня вот такие губы, а у мамы вообще вот такие. Тигранчик. Тиграша бывает. Ну, это очень редко. В основном, Тигранчик. Она меня называет еще Тигана Елицкина. Продолжается наш эфир. Мэк, как настроение? Хорошо. Отлично. Пока готовятся наши сосиски в тесте, я могу туда заглянуть даже. Хочешь, можешь даже пойти заглянуть. Нормально? Как ты на опыте? Ты больше, наверное, раз готовила и проверяла, сколько еще примерно готовится? Ну, не знаю. Еще чуть-чуть осталось. Отлично. Вот этот самый лучший срок. Еще чуть-чуть. Майя, поговорили про твои любимые школьные предметы. Скажи мне математика... Дочь, я же с тобой разговариваю. Почему ты опять уходишь? Математика относится к твоим любимым школьным предметам? Как мне перевести? Не сильно. Не сильно. То есть, ну, немного иногда нравится, иногда нет. Пятерки получать нравится. Оценки, которые ниже, скорее всего, не очень. Да. Да. Понятно. Смотри, дочь. У нас в городе появилась такая компания, которая помогает людям. Например, если мы с тобой захотели открыть наш бизнес, вот, про который ты говорила, бизнес-леди, бизнес Красти Крабса. Да. Чтобы было сразу много денежек, мы можем взять с тобой, например, кредит. Но, если вдруг получилось так, что наш Красти Крабс не сразу стал развиваться, не так много людей туда пришло, то мы можем обратиться за помощью от нашего кредита. Нас могут спасти. Существует специальная организация в городе, которая решает эту проблему. Она называется «Освободи». Представляешь? Друзья, вам это, скорее всего, тоже интересно. Здесь на плашке будет информация. Если понимаете, о чем я, можете обратиться именно туда за любой помощью. Решить ваши финансовые проблемы. Ты, получается, плашка, да? Моя плашка. Доченька, ну, тебе, в принципе, понятно. Но я думаю, что, скорее всего, наш бизнес, о котором мы с тобой думаем, 100% понравится. И, наверное, у нас таких проблем не будет. Это называется гиперактивность, когда ребенок не может устоять на месте. Тебе обязательно надо что-то дать. Давай я тебе конфеты дам. Будешь? Нету другого просто больше счастья, как поесть конфеты, да? А теперь давайте мы с вами посмотрим немножечко рекламы и вернемся в нашу студию. Друзья, продолжаем наш эфир. Маечка, ты помнишь первый ролик, который мы с тобой сняли для интернета? Нет, он был очень-очень давно, но, по-моему, помню, по-моему, он первый, но он не для этой телепередачи. Не для этой телепередачи, да. Вообще, первый ролик, который я снял и подумал, что этого человека ждет что-то большее. Давай так. Просто ее небольшая песня. Ей было года два с половиной, но мы эту песню до сих пор помним. Ты можешь ее спеть сейчас? Опал, кандидат, ой, ты девочка. Опал, кандидат. Я бы немного переведу. То есть ребенок, в принципе, связанной речи еще не имел. Только какие-то звуки произносил. Ну, где-то сколько? Года полтора, наверное, было. И вот она выдала вот эту интересную песню. Я ее снял, выложил в Инстаграм и получил много отзывов. С тех пор к этому мы шли-шли-шли и пришли к нашим новым роликам, которые мы назвали «Уроки битбокса». Да. Какой у нас первый был битбокс? То есть в этих роликах мы учили, рассказывали, как правильно делать битбокс разными, доселе неизвестным человечеству способом. Какие у нас были? Ну, одни из первых. Да. Ну, это шоу-шоу-шоу-шоу-шоу про муравья. Про муравья. Да. Только не шоу, а полз. Да. Угу. Так. История была такая, что полз муравей. И чтобы сделать битбокс, нужно постоянно повторять, что он полз. Полз он, полз он, полз он, полз. Полз он, полз он, полз он, полз. Вот это, да? Да. Дальше чо? Я еще пропрыгался, пробегался, пропрыгался, пробегался. Это про зайца, да. Чтобы сделать битбокс, нужно постоянно повторять вот эти слова. Но только как по-особенному? Пропрыгался, пробегался, пропрыгался, 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 пропрыгался. Да? Дальше чо? а еще еще я помню а ну-ка быстро давай зубы чистить да да я помню снимал ее и отправил в ванну то что зубы не почистила и тут родился новый способ битбокса а ну-ка быстро давай да а тут учиту покажешь на вот и эти уроки битбокса получили целую серию и достаточно много просмотров дальше начался батя то есть всего сегодня начиналась передача да вы наверное обратили внимание батя это мой такой персонаж которые мужичок скажем так из не из 90-х но из нулевых уже то есть мы попытаемся проникнуть ностальгию с помощью музыки кинематографа тех лет чтобы каждый скажем так условно батя узнавал в этом себя и что для меня интересно моя тоже прониклась в это и она сходу понимает о чем речь вот музыка вич с эффекты то есть от кассет и в общем она в этом всем понимает мая конфетку будешь а ты знаешь что день конфет наступает скоро кроме дня отца еще и день конфет сейчас мы в сюжете об этом поговорим а мая пока попробует еще одну вкусняшку шоколад вырабатывает гормон счастья научно доказанный факт красиво упакованы с оригинальной начинкой и полезны для здоровья усиливает эффект в разы все перечисленные прелести можно найти в уссурийске в одном месте магазин конфет карамели огромная планета вкусов конфеты 8 с казахстана с донецка с карачаева черкесии также печенье продукции у нас есть печености пирожные владивосток артем уссурийск а такого разнообразия разбегаются глаза и возрастает желание все срочно пробовать что здесь не возбраняется на оригинальных витринах продукция на любой вкус и самых разных производителей и это только первый отдел в карамели че у нас из индии и шри-ланка целом но и также есть расспособлены в городе москва еще есть и стулы представлены как иван чай как травяные сборы есть зеленые черные с добавками без добавка то есть есть еще в пакетиках рассыпные также есть у нас вот такие вот замечательные чайники и сахарницы сюрпризом внутри в каждой набор чая отличный подарок по случаю любого торжества а уж если клиент возжелал кофе тоже предложат самых разных производителей и вкусов к слову здесь же можно заказать чашечку дымящегося как на вынос так и с чем-нибудь сладеньким на месте такое ощущение что я попала не в конфетный магазин а в какое-то карамельное царство кстати здесь есть такая замечательная зона где можно после работы или в течение рабочего дня присесть по пить кофе всем советую магазин карамели на пронитарской 69 и это еще не все для удобства покупателей вторая точка в городе имеется на некрасово 22 причем каждая оформлена с душой в таком магазине и с таким подходом к делу дополнительная порция гормона радости обеспечена и не от шоколада друзья а мы по-прежнему ждем когда приготовятся наконец-то наши сосиски в тесте и ты хочешь проверить что там давай глянь смотри уже ооо скоро скоро уже блестят такие красивые отлично уже подрумянились уже блестят поэтому и запах уже проникает из духовки будет что-то реально вкусное у нас маячка день конфет тоже и тема нашей сегодняшней телепередачи как ты назвала это день отца скажи пожалуйста что бы ты пожелала всем отцам батям батям на этот праздник я бы пожелала чтобы они были добрые работали все своих детях они кричали на них ведь это плохо и чтобы они были крутые как мы и классно снимали в инстаграм и них была хорошая связь с детьми и чтобы они были сильные как папе относятся все эти моменты ко мне смысле не вся какие не относятся к папе я не злой ну да безусловно сама доброта скажем так отличное пожелание дорогие отцы если вы еще ничего не сняли в инстаграм скорее снимайте что детям это очень нравится в частности и вам может потом так же понравится все что угодно можно придумать разные темы есть для видео собственно говоря кстати наверное мы сейчас и покажем вам видео которые мы снимали с дочкой какое какое наверное покажем про кассету да помнишь а может быть акробатя акробатя да давай покажем акробатю акробатя это ну реально легендарное видео давайте посмотрим акробатю дочка что батя че там делаешь снимаю танцы для тиктока танцы для тиктока сейчас я покажу тебе настоящие танцы для тиктака ну вот Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наш эфир продолжается, уже, скажем так, подошел к концу. Кстати, расскажи мне, что тут такое у тебя? Это татуировка, как у тебя. Обратите внимание, что сегодня я клетчатый вместе с Майей, и у нас есть, да, такие татуировки. Но я надеюсь, это отмоется очень быстро. Маечка, на прощание кому хочешь передать привет? Маме, Лиде и батю. И Сабине, и самое главное, самое прям самое, коту. Коту. Думаю, что ему понравится твой привет. Так, ну что, давай извлекать наши сосиски. Я думаю, что здесь уже все готово, согласно времени. Что, правда? Да. Будем смотреть. Самое главное, когда открывается духовка, не подставлять лицо, друзья, потому что можно обжечься. Я думаю, вы многие об этом знаете. Приводится в котлету в гриле. Да, то в котлету в гриле не очень готовится. Итак, вот наши сосиски. Давай посмотрим. Ну, по виду они 100% готовы. Надеюсь, и на запад. Сильно не подносись. Так, сосиски мы с тобой скушаем. Эфир закончился. Но у нашей телепередачи есть традиция тем, кто был ведущим этот день, мыть за собой посуду. Но сегодня у меня максимально крутая привилегия, друзья. Я пришел с семьей, и поэтому всей семьей мы будем мыть посуду. Безусловно, да, дочь? Да. Но для нашей семьи нам, конечно же, поможет наш постоянный партнер «Чистый дом», друзья. Тимирязево, 29, советская, 76. Вот такая визуализация для чистого дома. Это будет максимально легко. Мы будем намывать посуду после того, как попробуем наши сосиски в тесте. Ну что, друзья, всем всего хорошего. С вами была Yes Today, телепередача «Не побьюсь этого слова». И в гостях у меня была Майя Ильинична. Всего хорошего.